Главная цель не выборы в Мосгордуму. Что такое Мосгордуму? Ну да, решают они какие-то определенные задачи. Через Москву проходят большие деньги. Можно провести большое разоблачение чиновников. Но в принципе Навальный так как бы на своем канале освещает. И для этого не нужно быть депутатом, для того чтобы показывать коррупцию в Мосгордуме. Что они решили показать? Они решили показать на примере Москвы, что выбора нет. Выбирать нам не разрешают. Нам дают голосовать только за тех, за кого они сами хотят, чтобы мы голосовали. То есть нас подводят к тому выводу, который навязывается нам. То есть у нас нет альтернативы. Мы не можем выбирать. Нас лишают основного права. Так самое интересное. Самое интересное не в выборах в Мосгордуму. У ребят же амбиции куда выше, чем просто Москва. Или просто деньги. Ребята метят на роль главных революционеров нашей страны. Те, кто смогут сместить Владимира Владимировича Путина, правительство и так далее. То есть их заменить. Чем данные выборы в этом могут помочь? Первое. То есть на данных выборах все увидят, что власть не способна выигрывать честно. Не способна допустить и конкурировать. Конкуренция это залог нормального развития страны. Этого нас сейчас лишили. Это первое. Второе. Они отвлекли внимание Мосгордумы, а цели-то более далеко идущие. Впереди Государственная Дума, выборы президента. То есть сейчас вся Москва проголосует протестно. В этом поможет им умное голосование. Умное голосование подскажет, за кого нужно проголосовать. И могут победить просто статисты, которые шли на этих выборах для того, чтобы просто оттенять своей серостью и убогостью. И кандидат от Единой России, который идет как самовыдвиженец, казался красавчиком. Это их главная задача. То есть ставить таких фриков, что на их фоне кандидат от Единой России, типа самовыдвиженец, кажется красавчиком. В этом вся суть. А ребята разбили их. Даже то, что их не допустили до выборов, то, что их сейчас держат в СИЗО, они в любом случае победили. Они вывели на улицу много людей. А надо понимать, что там статистика как минимум 1 к 10, а то и к сотне. То есть у них как минимум на каждого вышедшего на улицу еще сотня людей, которые потенциально разделяют их взгляды в Москве. Я очень боюсь предположить, как далеко это может зайти. Тем более в электоральный возраст вступают люди молодые, максималисты, которые хотят честности, прозрачности и конкуренции. У молодежи сейчас нет вариантов для роста. Они практически все сводятся к нулю. Но это отдельная тема для разговора. Так вот, я считаю, что Кремль, администрация президента, администрация Собянина сейчас попала в такую сложную ситуацию. Куда они сейчас ход не делают, как в шахматной партии они все время проигрывают. Они не могут уже партию банально свести к ничьей. Да, они могут фальсифицировать и дальше выборы. Но после 8 сентября люди выйдут на улицу. Отменяй! Уже не допускай! Отменяй! И не просто отпускай. Отпускай! Отменяй! Выборы. Мы же видели на примере Приморья, что это возможно. Почему этого нельзя сделать в Москве? Мне кажется, власти нужны просто очень серьезные кадровые решения. Она проваливается. Проваливается. Это либо делается специально, то есть кто-то очень сознательно делает все для того, чтобы власть провалилась. Такое впечатление, что все очень хорошо срежиссировано. Что со стороны оппозиции, что действия силовиков и так далее. Все играет на руку и все ведет только к одному. Один логический конец. Это отставка правительства. Отставка президента. То есть не хотелось бы, чтобы в нашей стране был Майдан, но похоже, что-то подобное будет. Я призываю всех идти 8 сентября на выборы, независимо от того, в каком регионе вы живете, и не дать украсть свой голос. Давайте покажем Единой России, что и правительству, и кремлевской администрации, что мы люди и с нами нужно считаться. Заставим с нами считаться, и законы будут приниматься в пользу нас, а не в пользу каких-то там интересов экономического блока правительства, типа НДС и пенсионного возраста. Геноцид нашей нации происходит. Мы должны его прекратить. А только своей активностью, активной гражданской позиции. Не выходите на митинг, но хотя бы сходите на выборы. Сходите на выборы. Продолжение следует...